12 петиций и более миллиона подписантов. Россияне просят Путина прекратить военные действия и начать мирный процесс на бумаге. И выступают против одной из основных путинских идеологий – войны за новые территории. От мирных действий к радикальным. Так, россияне митинговали в конце сентября против войны в Украине и принудительной мобилизации. Тогда задержали 730 человек в 32 городах страны. Среди них корреспондент телеграм-канала «СОТО» Федор Орлов. Он вел репортаж с места событий Воронежа. И девушка с плакатом «Цветы лучше пуль». Спасибо большое, что не сопротивляетесь. Россиянин, несмотря на массовые задержания, продолжает выходить на митинги. Координируется, как правило, в анонимных телеграм-каналах и даже одеваться участников просят неброско. «Зачем? Потому что единственный, кто может все изменить – это ты, твои друзья и знакомые. Ты идешь не за кого-то. Ты идешь в первую очередь за себя и за свою свободу. Сегодня тебя это не тронет, а завтра заберут твоего лучшего друга – отца или брата». Борьба против путинского режима продолжается, но уже в партизанском формате, говорит российский оппозиционер и лидер международного движения «Говорите громче» Андрей Сидельников. «С прошлого года все больше и больше случаев, когда поджигаются не только военкоматы, поджигаются имущества людей, которые сопричастны с этим режимом. Это может быть, не знаю, глава поселкового совета, это может быть руководитель отделения полиции. Но на местах люди знают, кто сотрудничал, кто получал выгоду от сотрудничества с властью, кто вообще является пособником. Поэтому людям не остались мирные методы борьбы никакие. Они все полностью перекрыты этой системой. Поэтому мы видим, действительно, те, кто не может молчать, пытаются сделать хоть что-то. И это тоже большой вклад в общую победу над фашистским режимом Путина и победы Украины». Россия не понимает второй волны мобилизации не избежать и продолжает массово выезжать из страны. По данным Forbes, с начала войны России покинули 700 тысяч человек. Самое популярное направление миграции Грузия, по данным грузитского правительства, в этом году сюда бежало более 110 тысяч россиян. Также россияне продолжают выезжать в Турцию, Казахстан и Финляндию. А тем, у кого нет возможности покинуть страну, предлагают альтернативные методы уйти от мобилизации. «Живу с девушкой. И чтобы не получать повестку, мы отключили дома дверной звонок. Не открываем никому дверь и не издаем лишних звуков». Андрей, 32 года, в интервью Deutsche Welle. «Живу не по прописке. Наше начальство против войны и не поддерживает мобилизацию. К нам проявили человеческое отношение и не бросили. Если из военкомата придут, их с повестками отправят по адресу регистрации сотрудника». Сергей, 25 лет, в интервью Deutsche Welle. Но политэксперты говорят, такие методы от мобилизации не спасут и призывают все же выезжать из России. «Других способов, кроме как уехать, не осталось. Есть временные способы. Это сменить свое место жительства официальное. Но и это не гарантирует. Человек не может, грубо говоря, несколько месяцев просидеть просто на какой-то съемной квартире, не выходя вообще на улицу. Это очень сложно. Это почти невозможно. Поэтому я рекомендую. Еще есть возможность буквально, не знаю, там 10-15 дней, 3 недели максимум, пока не перекрыли границы для мужского населения полностью, попытаться уехать в сопредельные государства, которые просто безопасны». Поддерживают Украину и российские знаменитости. Они продолжают выступать против войны, публикуют видеообращения, показывая свою солидарность с Украиной и украинцами. «Слава Украине! О, красавчик!» «Я хочу сказать, что я конкретно против той войны, которую прямо сейчас развязывает Россия против народа Украины. Я считаю, что это катастрофа и преступление. Вообще история войн в Ираке, Афганистане, бомбежки Белграда никак не могут оправдать то, что происходит прямо сейчас. Казалось бы, мы наоборот должны вынести из этого уроки. И как бы нам ни объясняли, что это не агрессия, а защита, но Украина не вторглась на территорию России». Борьба в России сегодня идет не только против путинской войны в Украине. Правозащитники призывают россиян бороться и за гендерные права. В конце октября в Госдуме обсуждали поправки в закон о гей-пропаганде. Они могут запретить любую публичную информацию об ЛГБГТК в России. Правозащитная инициатива дела ЛГБТ предлагает бороться и писать обращение к депутатам с требованием не допускать принятия поправок.